Всем привет! Как видите, мы снова на даче, на нашей уже уютненькой, симпатичненькой даче. И приехали мы сюда сегодня не работать, а отдыхать. Представляете? Настоящий дачный отпуск на один денёк. С ночёвкой, по-взрослому, с полным погружением в дачную жизнь. Честно говоря, приехали мы уже где-то час назад, может быть даже больше. Я валялась на кровати, смотрела обучающий вебинарчик. Алексей Борисович смотрит за тыюшкой, они купаются под зонтиком в тёплой ванночке. Вот так. Вебинар у меня кончился, поэтому я решила подснять вложик, вложик, как пройдёт наша первая ночёвка сегодня. Ну и так, по планам есть, конечно, немного поделать дела. Убраться в прихожей, сделать наличники у двери. Обязательно сделать пирог из наших слив, из соседских, точнее, слив. Ну и классно провести вечер. Прямо, знаете, так вот хочется атмосферненько, дачненько отдохнуть. Случилась у нас ситуация. Недавно у нас на ютубе был прямой эфир с розыгрышем подарков. Я там задолжала за множество акций, множество розыгрышей. В общем, и краска была, и вафельница, и с лавандового поля подарки. Так вот, прошло пару дней, эфир уже не актуален, всех победителей нашли. Я решила удалить этот эфир. И в момент, когда я пальцем в телефоне тыкнула кнопку делит, что-то произошло, и ютуб удалил мне не прямой эфир, а последнее видео с переделкой, с вот этой внутрянкой, что мы как тут делали. 100 тысяч присмотров, всего там за два дня, и безвозвратно всё удалилось. Это фаталити. Я решила загрузить его заново, но там посыпались комментарии, вот, по второму кругу грузите, контента больше нет, всё ради денег, ну, в общем, какой-то неадекват вообще. Я решила его тоже удалить, думаю, ну, раз уж ошиблась, то ошиблась. Жаль, что потеряна логическая цепочка переделок. А то видео ещё и вредно было повторное оставлять для канала, потому что, когда люди заходят, видят, что это повтор, перезалив, и выходят. А для ютуба это такой показатель, что вам неинтересно, и, значит, мой канал неинтересный, и он перестаёт, в принципе, все видосы показывать. Поэтому пришлось удалить, перезалив не зашёл. И для того, чтобы не потерять логику процесса, я сейчас вернусь немножко назад. Для тех, кто пропустил, в Телеграм уже посыпались комментарии, я не успела посмотреть, я не успела посмотреть. В общем, для тех, кто пропустил, я сейчас покажу хотя бы, что было и что стало. Сделаю вставочки, нарезки из того, что... В общем, из того ролика, чтобы у нас логика сохранилась, и вы видели, что у нас тут получилось. Всё. И потом возвращаемся в сегодняшний день. Три-ти-ти-ти-тин. Напомню, как изначально выглядела комната, много дерева и старое убогое окно. Его-то мы и заменили в первую очередь, а Алексей Борисович сделал новые откосы из свеженькой вагонки. Я красила стены в белый цвет, сотый раз зарекаясь, потому что это очень долго, сложно, нудно, и в итоге мне помогали все. Вот тут красит Ренат, вот тут красит Тимур, и следом за ними уже я прохожу разные неровности, несостыковки. Потом я решила перекрасить всю мебель в домике, в светлые тона. Выбрала нашу краску цвета лён и покрасила три предмета за полдня. Честно, это мой рекорд. Алексей Борисович всё это снова собрал, скрутил и водрузил на место. Кстати, он тоже красил, как и все, мы все всё красили. И вот, наконец-то, осталось повесить шторы, заправить текстиль, и можно показывать, что у нас получилось. Давайте так и начнём с нашего окошка, в котором видна грязная наша машина. Но если её убрать, смотрите, какой вид открывается туда. Небо бескрайнее и лес. Дорогу не видно, но иногда проезжающие машины, конечно, там промелькивают. Но это скорее даёт понять, что ты не в диком лесу, и волки не прибегут. Ты рядом с цивилизацией, но машины ездят редко, не напрягают, и ты наедине с природой одновременно. Вот такое у нас получилось окошко. Шторки старые, киевские. Одного комплекта мне хватило и на дверь, и на окно. Мама нам их подшила. Вот это вот одна штора, полтора метра шириной, разрезанная пополам. Казалось бы, что это совсем ни о чём, но, видите, этого достаточно, чтобы обрамить вот так окошко. Вряд ли мы его когда-то будем задёргивать, просто для уюта. В лесу там нет кого прятаться. Смотрите, какой классный откос Лёша сделал из вагонки. Подоконничек. Вообще класс. И здорово, что он получился такой глубокий. Очень практично положить книжку, телефон, еду, конечно же. Ну, для еды я предусмотрела свои любимые столики из Сикс Прайса. Как только они появляются, я всегда скупаю впрок. Всегда. Вот у меня остался ещё один такой зелёный и ещё один такой розовый. Стоили копейки? Сейчас уже не навру сколько, но рублей 300, наверное. Но они прям классные. И вот здесь есть выемка, куда можно поставить книжку или ноутбук. Удобно смотреть, читать. Чашечку покупала в фамилии. По-моему, рублей 500. С подставочкой бамбуковой такой деревянной. Смотрите, как классно. Плед тоже фамилия. 2000. Он 2 на 2. 20 или 2.40. Ну, прям, короче, большой. Поэтому я его хапнула. Знала, что тут будет всё светлое. И он мне точно подойдёт. Подушечки бежевые. Это от комплекта с гамаком. В гамаке мы в итоге без них качаемся. А сюда вот они прям хорошо подошли. Звёздочку нам дарил бренд детского декора. И вот она мне так нравится, что... Или мама мне сошьёт ещё одну. Или я, наверное, там куплю ещё одну. Потому что я прям её в каждый интерьер кидаю на кровати. Она, конечно, задаёт настроение. Наша пустая картина. Будущее. Ну, знаете, такая... Нарисуй сам воображением. Вот такой вот так просыпаешься вот тут. И давайте представим, что машины там нет. И вот так видишь просто природу, небо за окном. Класс. Напротив туалетный столик. Очень, кстати, удобно. Вот так вот прям с края кровати получается, как с кресла, как со стульчика. Тут как раз такой вот промежуточек, что ты ноги свешиваешь, садишься. И приводишь себя в порядок. Очень даже удобненько. Дальше у нас идёт... Вот такая... Это была зона спальная, а это зона гостиной у нас называется. Всё на 15 квадратах. Три на пять комната. Вот этот столик-мангал. Сюда он вписался идеально поддержать. Вот чёрные кованые элементы на туалетном столике и на кровати. Поэтому сюда он встал прям классно. А под окошко кресло кентукки деревянному можно будет какой-нибудь деревянный столик поставить. Можно даже какой-нибудь ящик DIY поставить. Будет классно смотреться. Здесь у нас вот так. Кресло икеевское. Покупала на Авито за 3000 рублей давно уже. Столик икеевский в районе 1000 рублей стоил. Фонарик, по-моему, тоже икеевский. Цветок тоже икеевский. Или сенсей. Сенсей 500 рублей стоил. Да, у нас дача с искусственными цветами. Потому что сюда приезжаем же не каждый день. И как бы, что здесь выживет. Вот так это всё смотрится. Комодик отдали мне его бесплатно. Когда покупала шкаф, мне вот ещё вот такой комод отдали. Пригодился. Вот, всё в лён покрашено. Всё симпатичненько. Ящики у него внутри чистенькие. Поэтому он уже забит нашей одеждой. Тыюшкиными всякими принадлежностями. Икеевская корзинка. Это, кстати, плетёная белая с фикс прайс корзинка. Рублей по 250, по-моему, тоже покупала. Тыюшкина погремушка. Свечи. Даже уже не помню откуда. Сенсей. Во. Корзина вот эта. Горшок плетёный тоже Сенсей. Вот так вот выглядит у нас спальная зона и зона гостиной. И коврик с Леруа Марлен. Покупала ещё 1200, наверное, давно-давно. Он уже у нас многострадальный. Поэтому на даче ему тоже в самый раз. Пол мы не красили, ничего не делали. Вот с ним нам повезло. Он вот так лаком покрытый. И мы не стали ничего с ним делать, ничего менять. Давайте разворачиваться в кухонную зону. Давайте сначала пойдём. Мне кажется, вот для двоих или с маленьким ребёнком здесь очень даже комфортно находиться. Шторка вторая из комплекта икеевская. Мы повесили на карнизик. Наш любимый холодильник. Это, наверное, самое дорогое, что здесь есть. Это этот прекрасный холодильник. И вот такая вот у нас незатейливая получилась кухонка. Очень просятся полочки. Но чуть попозже сделаем. По крайней мере, здесь уже можно вскипятить чайник. Кстати, чайник у нас тут уродский, дачный стоит. Поэтому сейчас я его убрала. Нужно будет купить сюда что-нибудь подходящее, светленькое. Но можно уже сделать чай, бутерброды. Привезём сюда для готовки ещё технику. И вообще можно жить. Вот так всё это выглядит. Ну, сливочный такой холодильник, такой эскимо. Давайте разворачиваться в зону столовой, где нас уже ждёт лимонад. Свежесобранная вишня. Ой, вишня, господи, слива. Значит, будет ещё и вишня когда-нибудь. Вот видите, на 15 квадратах и кухня, и столовая, и гостиная, и спальня. Хорошо прихожая хоть у нас вот за шторочкой. Всего домик у нас 7 на 3. Вот эта комната 5 на 3. И там ещё вот 2 на 3 такой коридорчик, в котором вполне можно оборудовать ещё и душ, и туалет. Сейчас там стоит биотуалет. Но всё можно сделать там. И коммуникации позволяют и место. Видите, как повесили картинки? Опять-таки, придумай сам называется. Я люблю, когда в интерьере сразу есть такая нотка, не знаю, что он жилой, что он живой. Поэтому у меня вот так небрежно брошено полотенце. Оно добавляет объёма, фактуры. Видите, скатёрка однотонная, а она полосатая и даёт динамики. Салфеточки плетёные тоже даёт динамики. Ну вот это просто даёт вкуснотищу. Лимонад обалденный. Холодный, с холодильничка. Ой, вкуснятина. Листики, это дикие ромашки. Может, это, скорее всего, даже и не ромашки тут. Быстренько сорвала, что на участке было. Поставила в баночку. Здесь у меня плетёная корзинка, которая тоже со мной путешествует уже давно-давно, подаренная подписчицей. Спасибо большое, я её очень люблю. И вот такой фартучек с Валберис. Тоже добавил здесь и цвета, и динамики немножко. Вот как будто бы просто хозяйка вышла на крыльцо куда-то, а мы с вами тут незаметно снимаем. Ну, в общем, что домик жилой. И погремушка тут лежит, и панамка, и лимонад уже налит, и полотежка брошена, и сливы ждут, и фартук ждёт. Вот так. Так, честно, я в таком всё лето провела. Вообще, классное решение всё-таки привести его в порядок. Как считаете? А ведь мы могли всё это снести. Временами, когда мы здесь красили, двигали, казалось, что ничего не поможет. Это всё ужасно, никогда не закончится, и здесь всё равно будет тесно, мало. Место, и некрасиво, неуютно. Но сейчас я смотрю и радуюсь, что руки не опустились, мы всё закончили, всё сделали, и получилось очень здорово. Такой домик уже можно даже сдавать посуточно. Сделать душик, и, пожалуйста, 2-3 тысячи в сутки. Легко. Так что не только отдых, но и даже как дополнительный доход можно рассматривать. А хотели снести. Представляете? Очень мне нравится всё. Ставьте лайк, если вам тоже нравится. Пишите ваше мнение в комментариях. Пожалуйста, будьте тактичны. Мы старались, делались. Из всех возможных подручных материалов, используя все руки нашей семьи. Поэтому не обижайте нас. Но нам всем очень нравится. Очень нравится. Мы готовы и сами оставаться, и гостей принимать. В следующих сериях займёмся зоной входной группой, и где у нас прихожка, туалетик. Сейчас не буду там даже показывать, потому что тут бардак страшный. В каждом доме, в каждой даче нужен в первую очередь сарай. Поэтому пока нам некуда всё это убрать, не можем навести порядок. Но мы будем стараться, и в следующих сериях обязательно облагородим и вход, и прихожку, и санузел. Всё, я пойду всё это фотографировать, делиться в соцсетях, Инстаграм, Телеграм. Присоединяйтесь к нам. Ссылки оставлю в описании видео. Всем пока-пока! Вот такой у нас теперь есть домик. Ставьте лайк. Пока! Мы пойдём обедать. Нас ждут булочки и сливы. У нас внутри домика полный порядочек. Какой сжали. Всё так же красивенько. Хоть я уже и повалялась. И попили мы лимонадику. И тыюшки на фронт висички уже. В целом, я про то, что мест хранения вполне хватает, чтобы не разводить бардак. Вещи мы сразу выгрузили в комодик. Обувь в прихожей, в шкафах. Так что всё, в принципе, на своих местах. И то, что помещение маленькое, но продуманное. И поэтому у нас всё уютненько и чистенько. Купили немножко продуктов. Смесь для пирога. Молоко, ягоды, колбаски, лимонад, салатик из морковки, яйца, водичка, сэндвичи, маслечко. Ну, ещё у нас есть, естественно, доширак. Самая дачная еда. Так что, я думаю, протянем. Для того, чтобы делать пирог, мы даже специально привезли с собой мини-печь. Которая у нас и запланирована для дачной жизни. К этому мы вернёмся позже. А сейчас пойду забирать купальщицу. И, наверное, уже перекусим по-дачному. Вот они, наши купальщики. Всем привет! Перекус. Я сэндвичи не ем. Тейка ест только булку от сэндвича. Я сэн. Да, у меня ягодки. И лимонадик. Лимонад уже пока приехали, выпили целую банку. Очень вкусно. Перед отъездом заливаю. И вот пару дней он постоял в холодильнике, настоялся вкусно. Минералка, сок и лимоны. Обалденно. А у меня, посмотрите, какая красота. Целая тарелка голубики. Пятёрочка сейчас вкусная продаётся. Пьюшка тоже её любит. Кто будет голубику? Смотрите, сейчас моментально. Хоп. Перефокусировалась. Булка не нужна. Вот так. Ягодку кушает вкусненькую. Молодец. Вкусно тебе зайти? Вкусно, скажи. Спать уже хочет. Накупалась. Спать хочет. Сегодня в домике хорошо прям, да? Не жарко. 30 градусов на улице. 32, наверное, 33. Ну не 40. 35 журнала. И прям хорошо, вполне терпимо. Не жальниче, по одной бери. Видели эту счастливую купальщицу, дачницу? Папа такой пляжик соорудил. Всё, вылезли, наплюхались. Прошло 5 минут после обеда. Видели этих дачников? Включили Машу. И солнышко их разморило. Сладко спят, друженьки. Пойду сливы пока пособираю на пирог. Пришла за сливами. Тут ещё всё усыпано. Ну надо прям полазить, конечно. Надеюсь, без Лёши смогу добраться до верхов. И хоть что-нибудь нам на пирог собрать. Нашла, с какой стороны подобраться. Тут прям ещё сокровище. Собирай не хочу, полно ещё. Ох, урожай. Красота. Как долго мы об этом мечтали. Залезла на дерево. Жаль меня снимать некому. Тарелка тоже на дереве. Зато... Зато сливы в тарелке. А будут в пироге. Вон наш гамак висит. Никто, кстати, ничего здесь не ворует, не забирает. Ни гамак, ни гирлянду, ни кресло. Всё нормально. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Ну, соседи бдительные, если кто-то мимо проходит, докладывают, заглядывал к нам кто-то или нет, заходил кто или нет, следят. О, прям вообще, не сходя с места. Раз. Всё, полезу я ещё с другой стороны, наверное, обойду. Да понесу добычу домой. Скоро будут абрикосы. Класс. Даже не верится, что неужели у нас есть сад соседский. Дачка, где можно уже остановиться на ночёвку. И где даже можно сделать пирог. С тем, что собрал в соседском саду. Нет, ну как там было простоквашино? Корово-тя государственное, телёнок наш. Кусты соседские, но ветки на нашей земле. Значит и абрикосы, и слива наша. Правильно я говорю? Всё, собрала, помыла. Товарищи ещё спят. А я сейчас, наверное, порисую. Надо же, холсты чем-то занимать. Пока мои дачники спят, я немножко порисую. Сейчас прохожу марафон Егора Матита. Это художник-педагог с 8-летним стажем преподавания. Основатель школы рисования арт Матита. Владелец арт-студии на Цветном бульваре. Я автор книги «Портреты карандашом. Техника достижения фотореализма». И вот первый урок. Мы учимся рисовать котика от простого к сложному. Я вообще не умею рисовать зверей. Мне это даётся очень сложно. Но на вебинаре всё пошагово, очень подробно объясняется. Я просто повторяю за рукой преподавателя, и что-то начинает получаться. Такие марафоны проходят постоянно. Зарегистрироваться бесплатно можно по ссылке под видео. Наслаждайтесь творчеством, рисуйте. А у меня уже начал получаться вот такой симпатичный котёнок. Я, к сожалению, забыла дома ластик и не могу добавить световых бликов. Поэтому ещё вернусь в другой день к этому рисунку и продолжу свою работу. Проснулась моя жуженица. Купается опять, да? Как классно освежиться в водичке под зонтиком. Кстати, спасибо за рекомендацию. Реально великий воин. Муравьёв нет вообще. Хотя мы высыпали только один баллончик вот этот. У нас вообще нигде нет муравьёв. Прям супер. Тоже теперь всем рекомендовать буду. Ты такая классная. Ах ты она. Курортница, резортница. Класс. Балдёжница. Вот так вот всем помахать, скажи. Ты ёж. Водяной. А, водяной? Я водяной, я водяной. Зонтик так прибавляет настроение, да? Вообще. Без него было совсем не то пальто. Вот и мама у нас тоже курортница. Отдыхает лишь. Любуюсь, как купается дух. Ну как вам, на курортах Краснодарского края? Класс. Нравится? Когда вы спали, я уже и сливы собрала, порисовала. Красота. Вот молодец. Папа общалась. Точно? Да, Заюштика? Так, открываем. Папа принёс печку. Мы даже не открывали ещё. Давай, давай, дальше. Прораб, конечно, следит, смотрит за всем. Чётко, чтобы соблюдение всех. Всё под контролем. Так, давай, открываем. Раз, два. Опа. Здрасте ты, короче. Ух ты. А тут ещё коровка, коровка. Ох ты. А тут три в одном. Да? Рассказывай. Доставай. Достаю и читаю, видя, что написано. Мини-печь, аэрогрит и дегидратор. Серьёзно? Я даже пропустила, что... Что в ней есть ещё такие функции? Офигенно. Дальше открываем. Класс. У нас 10 программ, 7 оттенков выпечки, оттенков. Два режима конвекции туба. Ха-ха-ха. Это южа. Конвекции туба. Объём 24 литра. Температура от 60 до 250. Поддержка температуры 99 минут. 1800 ватт. С голода не погибнем больше. Достаем. Как аппетитно выглядит картошечка с курочкой-то. Где? А то мы-то только к пирогу подготовили. Я только бутерброды ел. Может, завтра на обед ещё перед отъездом сделаем картошку с курицей. Тейка, не грызи коробку. Ты её запаковал в коробках. И прийти нехти. Как же так же, с этих стиха коробок. Мини-печь, аэрогриль. Прикинь, я реально пропустила, что она. Ещё дегидратор и аэрогриль. Да офигеть. Вообще. Я, конечно, ещё тот внимательный потребитель. Получается, у нас и дома есть гриль, и здесь теперь есть гриль. Нет, камера моя. Давай, давай. Опа. Та-дам. Та-дам. Автомобиль. Супер-прикс. Красивая такая. Ну, теперь у нас будет полноценная кухня. Офигеть. Какая она классненькая. Вот. Даже ничего мыть не надо. Можно сразу готовить. То есть, чтобы не мыть, можно новое каждый раз покупать. Как будто ты моешь. Посудомойка моет всё. Ну, как, все равно ты только... Травма осталась, да? Не моешь, да? Так, чуда. Паньки. Как классно. Так. Ага. Ого. Тоже мы отстоишь. Так, что там? Решётки. Две решётки, два противня. И вот это что ещё такое? Ещё одна решёточка глубокая, да? Сейчас глянем. Опа. Ты, Юськин, не грохнешь на всё это. Нравится? Очень нравится. Кажи, очень нравится. Офигенно. Аж разыкалась от волнения. Так. Ква, 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 ква. Закроем. Давай устанавливать, подключать. Легко. Сейчас сюда его поставим. Нет, так нельзя. Ты что? Надо согласовать место красивое. Подождите, подождите. Ну, для так. Нет, для так не надо никаких для так. Это что? А-а-а. Это опять же для удобства мытья. Ты что-то там сожираешь. Жир стекает, всё стекает. И вот это достал, да, поддон и вылил спокойно. Незлижки. Так. Ну, давай, чтобы она холодильник не грела. Значит, деревянный стеллаж. В холодильнику, а её в уголок вместо стеллажа. Так, Тэка помогает. Ну, пусть играет этим сеткой. Ух-ух. Тем более у неё, видишь, ветродуйка. Охлаждение с этой стороны. Значит, этой стороной не надо её никуда прижимать. Значит, уберём её в уголочек туда. А на дни как раз попозже сделаем полочки. Ну, это я завтра. Ещё чайник надо купить. В чате скидывали недорогой красивый чайник нам под цвет. За 1600. Это же главное красивый. Тут любой не придёт. Такого же молочного цвета надо купить. У нас есть, но страшненький, поэтому он живёт в тумбочке. Такой походный. Вот так у нас получилось. Ну, уже настоящая кухня. Правда ведь? У нас здесь фурнитура. Хром. И здесь. Так что всё отлично вписалось. Это оберхов. Вы знаете, у меня уже много что есть. И дегидратор, и блендер. Так, нам надо её включить, греться, пока я буду делать смесь на пирог. Инструкции я, конечно же, не читала. Так, вот мы выбираем, смотрите, выпечка. Время 30 минут, температура 180 градусов. Класс, я думаю, нам как раз подойдёт. Всё, пошла греться. Разогрев написано прям. Разогрев, время 30 минут, температура 180 с конвекцией. Ну, дома я так и готовлю. Всё, пусть она греется, а я тогда готовлю пирог. Мне пришлось выключить печку, потому что, как только я её включила, буквально через 3 минуты она уже была готова. Я в шоке. У меня дома духовка нагревается до 180 градусов, ну минут 15 точно. А то и 20 с конвекцией тоже. 3 минуты, серьёзно, 3 минуты и она готова. Ну, правда, она так горячая, вся нагрелась. То есть, вот хорошо, что мы её к холодильнику не поставили. Так нельзя. Мощная капец. Я даже прям не знаю, что у меня получится, раз она такая мощная. Может, поменьше надо. Но доверюсь программе, попробую. У меня нет ни одной миски. Я такая молодец, продукты купила. А то, что мне не в чем замешивать, я не взяла. Форму для бабочки взяла, а миску для замешивания не взяла. Поэтому у меня сегодня будет такое красивое ведёрко. Пачка масла. Пачка масла. Та-дам! Яичко. Два яичка. Масло мягкое уже, растаявшее. Это уже для удобно. Ещё прикол, что я взяла с собой лопатку, чтобы доставать пирог из формы. А вот вилочку или ложечку металлическую, чтобы это взбивать, я не взяла. Ну, ничего. Первая ночёвка простительная, я считаю. Хорошо, что у меня хотя бы пластмассовые есть. Ну, как я буду ими сейчас масло разбивать, я вообще не понимаю. Сейчас вот как-то я всё это перемешаю. Времени у меня всегда мало. Вы знаете, у меня трое детей. Работа, YouTube, Instagram, Telegram. Поэтому прям кулинаром я себе точно назвать не могу. И практически всю выпечку я делаю из готовых смесей. Это очень быстро и очень вкусно. Так. Сюда высыпаю две пачки. То есть у меня вот этот расход на две пачки. Одной пачечки хватит, чтобы заполнить вот эту форму. Но получится такой неподнявшийся тоненький пирог. Мне так не нравится. Поэтому я всегда делаю на две. Тем более нас много. А так по рецепту идёт, здесь написано на обратной стороне, одно яичко и пол пачки масла. И стакан молока. Или 100 грамм молока. 100 грамм молока. А я положила пачку, 2 яйца и 200 грамм молока. Молока на самом деле добавляю даже меньше, потому что тесто должно быть как на ладушке. Такое прям густенькое, чтобы он хорошо поднялся. Если будет жидкое, то он будет больше на печеньку похож. Ну, теперь я сейчас буду полчаса стоять всё это перемешивать пластиковой вилочкой. Вы не переключайтесь. Всё, я всё приготовила. Залила форму. Теперь включаю ещё раз духовку. Выбираю функцию выпечка, уже выбрана у меня. Стартую. Время 30 минут. Конвекция 180 градусов. И всё, они там вон начинают разогреваться. Я быстренько сливки выложу. Буквально пару минут. Даже не успела я сливы нарезать. Всё уже готово. Ну что, пусть нам повезёт. Пусть всё получится как надо. Ой, как это всё красиво выглядит. А сейчас какой аромат начнётся. Надеюсь, всё будет вкусненько. Прошло 15 минут. Видите, осталось ещё вот чуть меньше 15. Уже золотистая корочка. Уже всё неплохо. А аромат стоит. Не то, что на весь домик, естественно, но и на весь двор просто. Ждём, ждём. Ну, слушайте, программа сработала. Ай, ты мой хороший. Давай, давай, давай. Быстрее, 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 быстрее. Вот такой у нас ужин сейчас будет. По посёлку аромат, если нет. Слушайте, стандартная программа сработала. Внутри видите, какой он пышненький. Прям весь пропёкся. Поднялся. Класс. Класс. Ссылку на печь оберхов, как всегда, оставляю в описании видео. Искренне рекомендую, потому что я обожаю эту технику. Хозяюшка. Вечер наш заканчивается под мультфильмы. За окном уже девять вечера. Тыюшка полдесятого в десять засыпает обычно. Мы, пользуясь моментом, тоже. Лёша пошёл заносить технику, сматывать шланги. И тоже сейчас к нам присоединиться. Будем отдыхать. Правда, мы сегодня вообще ничего и не делали. Мы сидим так отдыхаем весь день. Просто кайфуем. Завтра чуть-чуть всё-таки надо заняться и разными делами. Ага, давай, включай, конечно. Чё это мама паузу затянула? Всем спокойной ночи. Кто тоже ложится отдыхать. Вот она, видали? Ох уж это молодёжь. Доброе утро, мой карапузик. Доброе утро. Как тебе спалось, моя куколька? Как тебе спалось, мой карапуз? Время же с утра мы бодры и веселы. Да? Привет, мой зайчик. Привет, моя карапузина. Как тебе хорошо и уютненько, да? Как хорошо. Мы уже минут 15 как проснулись. Убалдим, да? Ну так, папа самый первый уже позавтракал. Эй, не хулигань! Тыюськин! Всё, пошла делами тоже заниматься. Я, кстати, вам забыла показать, что тыюсик-то у нас ходит уже вовсю. Зайчик, иди ко мне сюда. Рыбка, иди ко мне, иди ко мне. Иди, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, и покажи, как ты умеешь. Иди, моя рыбочка. А это она моя кнопочка. Вот она вот так, скажи, умеет ходить. К маме, скажи. Ага, за камерой. Как ты ходишь? Покажи. Иди, иди к своему столику, иди. Иди, иди к твоему любимому столику, иди. Покажи, как ты ходить умеешь. Видали? Вот так. Ровно 10 месяцев стукнуло. И новая функция открылась у нас. Барабан, барабан. Да? Барабан, барабан. Довольная. Вот, чтоб не так просыпаться, и уже столько энергии, такое настроение. Какой же у нас миленький домик. И так легко в нем поддерживать порядок. Как-то так все с умом, все хорошо, все на местах, вместительно, удобно. Убираться прям 2 секунды. Все разложил, расставил, и снова везде. Красота. Дома порядок, можно выходить на улицу, делать дела. Мы позавтракали пирогом с лимонадом, на чай не решились. Жара снова больше 40. Сегодня, но ветерок, и с утра пока еще свежо, полегче. Птички поют, но я думаю, что из-за шума ветра, из-за листьев, не слышно, наверное, на камере. Но так приятно просыпаться под птиц. Алексей Борисович, уже в трудах. Да, хочу наличники сегодня на дверь сделать, чтобы красота была красивой. Да, как вот у окна, так же хотим и здесь. Это доски те же, что мы брали на забор. Вот из них мы и делали вокруг окна наличники, и вокруг двери. Это у нас остаточек остался. Хорошие досочки, понравились нам. Хочешь прикол? Походу, свет вырубили. Может, просто розетка отошла? Нет, я все потыкала, удлинитель потыкала, в другой переключила. На счетчик. И даже пробки потыкала. Не алло. Блин, туда не получится наличники делать. Нет, а перфоратор нужен. Я думала, ты шуруповертом будешь. Терпись шуруповертом, но долго. И что? Ну все. Ты зря пилил? Ну не зря, потом ты доделай. Для меня что-то как раз спина болит. У меня ролик с собой массажный. Я так и знала, что ты будешь жаловаться на дачу. Думаю, дам тебе ролик. Ты поречешься и дальше работать будешь. Сейчас. Вот такой массажер у нас есть. Он снимает зажимы, вставляет позвонки на место. Сейчас мы его починим быстро. Сказала, иди к стеночке. В домике-то все стенки заняты. А здесь по кирпичу-то будет кататься? Да, нормально. Дома-то привык по гладким стеночкам. О, помогает. Не, помогает. Ну, Леша любит, да. Я шею себе так массирую. Ложусь на пол. У меня прям поясница. А Леша спину обычно, да. Там много упражнений в книжке. Прям показано, рассказано. Видосы есть у них даже, по-моему, в телеграме канал. Я подписался. Ну да, Леша прям, короче, увлекается. Ему зашло. Он у нас вообще по физкультуре повернутый. Да, ем-эм-эм. Надо. Дай покажу, что это у тебя. Дай. О, прям мурашки. Это, короче, такой пластиковый массажер. Дип-роллер. Да, по-любритановым, не пластиковый. Ну, для меня, да, это вот одно. Но он такой, да, софт-тач, мягенький, не полый, а как будто, знаете, такой внутри вот он. Ну, короче, такой плотненький прям. Дип-роллер, это Корея. Купили мы его на маркетплейсе, ссылку оставлю. Прям классный массажер. И что-то расслабить мышцы можно, если шея болит, спина болит. И подкачать тоже можно. Можно, руки можно, коленки. Ну, короче, все делаю. Да, 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 да. Я уже в телеграмму отметку делала, ссылку оставляла. Там уже все купили, кому надо. Так что, кому актуально, тоже ссылку оставляю. Переживали, даже комент писали, почки аккуратно. Оно здесь, короче, форма такая, что она по почкам не потает. Она анатомическая, да, она продумана. Здесь как раз мышцы вдоль, получается, слова вот этого позвоночного прокатывает. Короче, там, наверное, на камере ничего не слышно. Повторяю, Леша всегда у нас тихо говорит. Короче, у него анатомическая форма. И когда выкладывали в телеге, говорили, почки, Леша, осторожно, так не катай. Нет, почки он не задевает, потому что там специально такие выемки. Массирует именно позвонки и мышцы вокруг позвонков. По лицу мурашки пошли. Мурашки. Я тоже, когда по шее делаю, у меня по рукам идут мурашки, потому что мышцы прям расслабляет. Иногда просто даже полежать на нем, вот, поясницей или шеей, и прям расслабление, да. Минут 5-10, хорошо. Тимыч у нас как-то же за компом засидится, тоже ему даем. Красавчик. Все, готов к труду и обороне, жалко, света нет. Можно поваляться еще. Вчера уже навалялись, пошли хоть в коридоре порядок наведем. Пойдем. Начинаем уборку в прихожей. Вот это все, представляете, стояло там и газонокосилка, и тележка, и стулья вот на ходу разваливаются. Дай их только вытянуть, я чинить это не буду. Даже под клумбы, вот как писали, идея хорошая, но для того, чтобы это работало, нужно их пересобирать. Они вообще полностью сгонили и разваливаются. Ну вот и на старуху бывает, проруха купила я, короче, хрень, которая развалилась. Леша мне, конечно, об этом уже сто тысяч раз припомнил. Мусорный мешок вот тут у нас. Леша, вытаскивай его, давай сегодня увезем, раз уж красоту навести не удалось с дверьми. Давай хоть мусор вывезем сегодня. Вот это что за... А, это у тебя наличник верхний, да? Я бы посадил. Да, да. Что у нас? Вот это еще с корытами старыми пакет. Что, давай тоже выкидывать это? Да, давай. Тоже мусор. Обяжник большой, все влезет. Это у нас ведро хозяйственное. Там же старая простынь, полотешки. В общем, тряпки хозяйственные. Рубероид тоже хозяйственный. Пригодится пылесос из дому привезли. Коробка печи от духовки. Сжечь мы. Ну да, потом. Нарвем на эти апахала для мангала. На шашлык. Туалет у нас здесь стоит. Новенький нам подарили. В следующем выпуске смотрите обзор. Да, кому-нибудь дарят туалет. Нам, да. Походный. Да. Это тоже мусор? Обалдеть. Сколько он? В смысле не знаю? То есть ты такой выволок. Это горшки я только купила. Ну ты молодец вообще. А остальное мусор, да? Не знаю. Посмотри, я уже тебе не доверяю. Вот так, девочки. Укрывной материал. Ага, колено. Ты посмотри. Ой, тряпка. Вот так, девочки. Короче, надо перебирать. Тут где-то мусор, где-то нет. Гирлянды, свечи, очки защитные. Вот так. Леша накидал все в коробку. Глазом моргнешь. Все, нет. И уже все. Уже на мусорку. Отставляй в сторону. Ты так и унесешь. А это что? Пометили зеленый. Вообще, моя кепка и топик то, что из дома принесли. Он все в одну кучу с мусором составил. Не, ну это, конечно. А вы говорите, Алексей, тут без контроля нельзя вообще. Оттащу. Иначе я еще раз моргну, и уже это в помойке будет. Это что, тоже мусор? Кошмар. Можно, кстати, вот так вот. Один в один. Матрешка. Ой, ну без меня вообще никак не получится. Без помощи. Ничего не будет. Так что помогайте друг другу. Ну я только одной рукой могу помогать. Во второй у меня пассажир. Так. Что еще? Что лишнее? Ну вон там цемент. Вот эти вот пенопластины тоже вытаскивай, выкидывай их. Не нужны они здесь. Не нужны они здесь. Этим нет. Давай-давай, выкидывай. Раз мусор везем, давай все соберем. Пеноплекс. Ну надо их, конечно, они может и пригодятся, но как-то может зашкаться. Ставь их все, чтобы они вот так вот не были тут. Кусками, да. Там влезет, да? Часть почвы. О! Ты ешкин играет. Чего ты уронила? Пеноплекс. Ну давай, выкинуть уж не надо. Вроде они такие ничего. Ну и чтобы они тут кусками стояли, тоже не надо. За шкаф войдут? Сейчас. Оп, сейчас войдут. Отодвинул за секунду только. Теперь войдут. Все, храним. Может и свет дадут, пока мы ковыряемся. Ну да, за хорошие дела. Раз уж ты вылетелся, чё бы перфоратором не поработали. И вот это еще одна за лопатами, я все вижу за тобой. Даже два куска. Они тут как раз... А, это родные. В смысле родные. Они приклеены. Ну оторви. Утепляли. Нет, если уж там и делать, то нормально. А эти, они даже в разный уровень вон наклеены. Уруненько. Давай, лопаты все. Вот тут мы выделили один шкаф под инструменты. Давай сюда их все составим. Там хватит места? Чё там в шкафу? О, вообще. Свободно. Давай, конечно. Вот я говорю, у кого кто в семье больше всего бордачит. Вот мы это уже... Кстати, пользуясь случаем, офигенные лопаты. Геолия, что ли. Что-то брали рублей 800, а металлическая мы и сколько работали. Да. Не знаю. Все их истестили. Короче, говорю, в соцсетях обсуждали уже, кто у кого в семье больше всего бордачит. Вот практически у всех это мужья. У нас сборная. У нас точно, Алексей Борисович. Он где прошел, там ураган. Да я ж всё потом некогда просто упирать. Да, да, да. Специально выделили шкаф. Говорю, один мой под одежду. Всем причём. Отлично. А один твой под инструменты. Ну и чё вы думаете? Вот шкаф, да, и вот он коридор. Так. Чё, даже она войдёт, думаешь? Конечно. Она же разборная. А, ну давай. Специально брали, чтобы возить можно было на дальней дистанции. Это вот эта электрическая, правильно? Да. А я потом увидела, что есть ещё аккумуляторная. Вот, наверное, она самый кайф вообще. Или они менее мощные. Аккумуляторные. Почему? Аккумуляторные нормальные. Потому что у нас была бензиновая. Она воняла бензином просто ужасно везде. Дома, в машине, на даче. Когда мы на гектар брали её. Да. Потом Лёша вот взял электрическую. Электрическую, да. В принципе классно, но провод везде с собой таскает. Здесь, когда света нет, аккумуляторная была. А я вот увидела у кого-то во влогах, что есть, оказывается, аккумуляторная. Вот надо нам такую со временем. Чтоб шкаф был весь забит инвентарён. На любой случай, чтоб пришёл, взял, поработал, с кайфом и пошёл. Вот, уже гораздо лучше. Вон целая коробка со всякой фигнёй. То, что ты накидал, всё в кучу. Ну, потому что бардаком. Поэтому я говорю, фигня. Всё нужно. Давай перебирай это всё. Вот доставай. Что это у тебя? Так, чехол от зонтика. Шлифмашина. Чехол от зонтика. Ну, это повесь тут, да. Шлифмашинку, вон уровень. Всё это в шкаф клади. Машинка же лучшая, кстати. Пофигарю. Я сегодня, кстати, смотрела с утра, пока Атейка кушала. Я на телефоне смотрела тоже влоги дачные. И у кого-то видела, шлифуют тоже старые окна, двери. Точно такая же машинка. И так же отвалилась вот эта штука. Мешок этот пылесборник отваливается. Так что, ну, прям уж рекомендовать я её не могу. Так-то живучая вроде, нормально. За свои деньги она офигенная была. 2000 что ли она стоила, да? По-моему, 3 ему брали ещё. Ну, так-то да. Ну, как-то мне довелось у кого-то поработать бошевской машинкой. Я вам скажу, это небо и земля. Там у центра к другому стоит. Там она гораздо мощнее. Ей легче работать. Вообще крутя. Она и дороже тогда, смотрела, она 1600 стоит. Да-да, мы в своё время зажопились. Ну, как-нибудь обновимся, ничего страшного. Вообще разные надо, конечно, машинки. Вот Леруа лобзик, что-то 500 рублей, что ли, ведь сколько? Уже сколько лет у нас, да? Живучий как таракан, реально. По-моему, он ещё с фотостудией у нас. 400 ватт, нормально. А фирма, покажи, что это есть там? Да, это Леруа, это их не что-то мы брали. Вот, о, Леруа Мерлен Восток. Всё. Прям много лет уже мы работаем, пилки меняем и в путь. Угу. Давай, быстрее. Пока ты юж там занята, я одним глазом за ней гляжу. Хорошо, что домик обустроен, и она там уже в чистоте, в порядке, спокойно играет. Так, позди, позди обрал. О, может, в ящик вне... Вон, на полочку наверх, на полочку, чтобы не искать потом. Всё, на полочку найду. Найду. Ну, ты запоминай-то у меня. Да, да, да. У нас мой жёсткий диск. А то, знаете, он побросает всё, чтобы быстро найти, и потом угадайте, что... Я чего не помню, всё знаешь ты. Потом ищет по полгода, где он что положил. Так, экспериментарий. Рулетка. Специально брали диагонали. Целый один раз пригодилось. Зато проверили. Ну, как бы мы узнали, что у нас всё равно. Ну, короче, это мужские игрушки. Вот, пожалуйста, твои любимые шкурки. Да, это моё. Идеально подходит для дошкуривания. Они не были под перегравку. Так, что тут у нас? Эмаль. Быстро сохнущая. Тут ещё места полно. Ещё нижний ящик. Да, ещё шкафы огонь. Почему-то вот у нас нет культуры садовых шкафов. Кресла, диваны, стульчики, да, а садовых шкафов нет. А если посмотреть Пинтерик, то там такие красивые они делают выносные уличные шкафы под инвентарь, под воду, под мусор, под всё. Я смотрел, вдохновился, захотел, чтобы у меня такой же был. Ну, почти сбылось, скажем так. Но уже сейчас стали производить такие. Ну, как всегда, ожидание реальность вот из этой серии. Делают пластиковые, современные. И стоят они, я вам скажу, знаете, 100 тысяч, 200 тысяч. Серьёзно? Да. А если бы делать ещё и красивые... Вот я тоже хочу бабушкин шкаф под козырёк и сделать мастерскую хранения. А если, говорю, делать, прям вот как в Пинтере, с черепичной крышей, деревянной, вообще бы сколько стоили. Рулетка вообще всегда. Подари мне брелок-рулетку, мне вообще всегда с собой нужно. На утку. Нет, это большой, мне какую-нибудь маленькую. Не потеряешь. Садовые далеко не пихать, чтобы я потом нашла маленькие. Вот, сверху слева лежат. Да. Так, чего ещё тут у нас? Ещё садовая. Режек. Ещё с первой дачи советской. А ты оттуда, трофейный? Да. Цена 1 рубль 35 копеек. И что, он острый всё ещё? Вообще, он просто идеал. Можно прям резать. Металл отличный. Вот и ножовки, что ты оттуда, по-моему, тоже брал, ими работал, да, старые? О, на всё. Смотри, ой, просто бритва. Ну, вот сейчас Китай-то один. Сейчас так делают, но задорого. А это вообще просто лялька. Чего-то много ещё у тебя богатства? Так, это что-то лишнее ты из дома здесь прихватил я. Это от стеллажа, от вешалки домашней. Давай с собой заберём. А как это от швабры изи-клин здесь? Ну, я по себе её это отрегулировал, мне это лишнее, как бы, зачем. Можно длинную, ставь, на потолки, мыть вот эти датюры, и вдруг захочешь. Давай домой заберём. Где швабра, там и детали, ну, уже запихивает. Что ещё я буду рекламировать? Пятна водителей хорошие, кстати. Форест Клин, производят в Краснодаре. Честно пишут. Помогает. Несколько уже вещей. Штуки 3-5 спас точно. Это от каких пятен? Не знаю, Тима кетчупом замазал вчера её. Потом что-то ещё. Ну, короче, такие. Бытовые, скажем, пятна. И ты, по-моему, пшикаешь, да, оставляешь, и потом стираешь. Там что-то минут 5-10, да, и стиралку кидаешь. Ну да, Тима белую футболку прям кетчупом у гвоздал. Новую. И Лёша её очистил. Лёша вообще по пятновыводителям, по химии, вот прям... Это моё. У него очень много всяких на все случаи жизни. Да. Всё, разобрали коробку, вытаскиваем мусор. Наконец-то. Можно будет поднести, будет красота. Ты, Юсик? Ты, Юсик? Стоит тут она. Бдит, прораб. Ой, слюни до пупа. Она уже слово нельзя очень хорошо знает. Стоит вот тут вот. И черту переходить нельзя. Но очень хочется. Скажи, очень хочется. Ты, Юсик? Ты сюда хочешь? Ну сюда тебе нельзя. Тут такой бардак вон. Вон, 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 вон. Сюда никак нельзя. Поэтому стой там, моя дорогая. Смотрите, вот тут перчаточки воткнуты. Вот тут перчаточки воткнуты. Это не моя. Здесь, вот видите, уже тоже 100 тряпок. Ничего выкинуть нельзя. Все на тряпочке надо. А еще есть тряпочки, которые трогать никому нельзя. Конечно. Вы покупаете тряпки по 500-700 рублей? А по тысяче? А по тысяче покупаете тряпки? Для машины я брал, конечно. Их нельзя бросить где-то. Можно что-то взять и стол протереть. Да, да. Короче, хотите порадовать Лешу? Купите ему тряпочку хорошую. И что мы еще говорили? Что у тебя еще? А, и химию. Да, всякие пятновыводители. Вот у нас мой додыр, Леха. Вот спасибо. А что, умывальников, начальник и мочалок, командир? Ничего мочалка, пошли с ним работать. Опять выглядит, что ты один убираешься. Но, на самом деле, пока я подснимаю, как бы, это на самом-то деле, я не знаю, 5% от всего. Она помогает всегда. Даже она, я больше скажу, продуктивнее меня. Работает вообще быстро, четко. Ну вот, хоть кто-то за меня словечко замолвил. Я так маленько могу убираться на камеру. Я говорю, а можно убрать вот эту кучу проводов с прохода? Потому что она тянется вот прям от входной двери. И вот этот узел здесь. А оказывается, чтобы убрать, он просунут этот провод вот так вот за доску. Нафига это сделано? Вообще не понимаю. Леша хотел отпилить сначала, потом говорит... Ну ладно же, ножовку сделать. Проще, говорит, разобрать розетку вот эту, вынуть провод. Проще розетку. Ну давай. Тем более, пока света нет. Тем более, да. Так, пошли за элементарем. Видишь, как удобно, все на месте. Раз и взял. Раз и не тот. Опять сюрприз. Похуду я из машины не принес. Что не принес? В багажнике шуруповерт сейчас схожу возьму. Давай. Еще целый пакет в итоге пропустил. Все, все. Сейчас быстренько сделаем. Поехали. Вот такая грязная эта розетка красивая. Так хочется. Кстати, можно ее отмыть, будет чистая. Но лучше поменять. Света нет, чем ты мыть будешь? Ну вот, ну не сегодня просто. Да вообще заменить надо будет все. Фима освободится. Чик. Так, смотри. Сделает все нормально. Не, шуруповерт вещь. Это же этот, ракодил, да? Да. Классный. Полный заряд. Кстати, надолго хватает, несмотря на такой, казалось бы, маленький аккумулятор. Вполне себе. Фима тоже такой себе взял потом. Да? Ага. Красавчик. Хороший инструмент должен быть всегда. Все, и собираем в обратном порядке. Нафига он так сделал? Зачем он зацепил за стену? Ну, что, какая идея была? Знаешь, шел, заткнулся, чтобы все было на месте. Ага. Или боялся, кто-нибудь утащит, тернет провод с улицы. Типа, чтобы не украли? Ну, возможно. Как вариант. Наверное, да. Это что, удлинитель украдут? Да ты еще такой самодельный. Незапасность превыше всего. Все, мы здесь убрались. Без камеры, конечно же, потому что я либо снимаю, либо работаю. Но вот, чего-чего, а подметать я тут точно не хочу. Тут такая, пусть сейчас от этого сейчас поднимется. Вон Леха в робе. Ему можно. Ему можно, да. Тем более, он массажером излечит. Да, подкреплен. Так что пусть подметает. Или грязи. Не боится. Так, сюда сразу. Увезем. Ну, вот и все. Красота. Принимаю. Чистенько, хорошо. Места аж как будто в три раза больше стало. Теперь спокойно и тележку припарковать можно, и газонокосилку. Ну, и в следующих сериях мы, конечно же, зашьем вот эти стены. Кирпич, наверное, трогать не будем. Может быть, покрасим. Не знаю. Просто, чтобы это аккуратнее смотрелось. Ну, и может быть, не знаю, но, может быть, застелим пол. Посмотрим. Так-то здесь бы, конечно, хорошо. Вот в этой части как раз вот стал бы. Вот у нас, видите, тут сейчас такой маленький биотуалетик стоит. И, в общем-то, ну, места там полно вообще. Шикарно. Метр, наверное, там. И вот так вот бы отгородить как раз по вот этот вход. И здесь бы был туалет, душик. Один шкаф я хочу забрать на улицу, как садовый. И один шкаф оставить. И получилось бы, вот заходишь, разделся, промежуточек. И там вот уже, ну, какая-нибудь обувная полка, зеркало, не знаю. И там вот уже душ, туалет. Очень даже приличный такой коридорчик получится. Вполне себе. Ну, чтобы прямо капитально делать, конечно, надо кирпич утеплить. Поэтому я не знаю пока, что мы с ним будем делать. Но вот эти стены однозначно надо в ближайшее время зашить. Потому что это страх, конечно. Ну, вот и всё. Наш мини-отпуск дачный подходит к концу. Первая ночёвка. Как тебе? Спалось? Так, отлично отдохнули, спалось хорошо. Утром проснулись, птички щебечут. Прям райское место. Ну, и дела немножко поделали. Вчера вообще бездельничали. Вчера отдыхали. Хотели, правда, сегодня ещё картошку запечь с курицей в духовке. Но раз Света нет. Свет подвёл. Ну, его и в городе бывает нет, скажем честно. Всё, Юсик, уже спать пора на обед. Всё, поехали домой. Поехали домой. Спасибо, что были с нами. Впереди ещё куча всего интересного. Обязательно займёмся входной группой, участком. Короче, дел ещё полно. Будем приезжать отдыхать. Своём буми, сдачи. Всегда надёшься, что поделать. Да, ну, главное, что уже есть где остановиться, отдохнуть, перекусить, покайфовать. Всё, извините. Нам пора. Всем пока-пока. Всё, Маши, пока-пока. Пока. Не забывайте поставить лайк, оставить комментарий, подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Пока.